Зеленский последний президент Украины Александр Халдий на Регнуме за 17 октября 2021 года 14 октября в некоторых российских СМИ появилась очень скупая информация о том, что в разговоре с Дмитрием Козаком Нуланд выдвинуло предложение создать в ЛТНР коммерческий банк, позволяющий оказывать традиционные финансовые услуги на сумму в 10 млрд долларов в год и вывести экономику ЛТНР из серой зоны на уровень прозрачных международных торговых операций. Это, по мнению американской стороны, снизит в непризнанных республиках коррупцию и уберет мутных посредников из торговли ЛТНР с Украиной, взвинчивающих цены на 70%, создавая проблемы для бизнеса. Также лучше и веселее станет жить местному населению. Создать банк планируется в 2022 году. В состав акционеров войдет финансовый холдинг JP Morgan, что гарантирует защиту банка и его клиентов от санкций Украины. Что еще известно по этой теме, если принять версию СМИ о приходе банка США в ЛДНР? 1. Россия провела перегруппировку сил и средств на донбасском направлении. Прежний хозяин ЛДНР Сергей Курченко и руководимая им компанией Внешторгсервис, зарегистрированная в Южной Осетии и управляющая основными крупнейшими местными предприятиями, выведенная из ЛДНР, передает находящиеся в управлении активы и меняет свою организационно-правовую форму с ЗАО на ООО и название на Южный горнометаллургический комплекс ЮГМК. 2. Российский банк Курченко «Энергомашбанк» утратил лицензию по решению ЦБ РФ. Управлением входивших в орбиту Внешторгсервиса заводов по решению администрации Донецка в согласовании с Москвой назначен Евгений Йорченко, занимавшийся до этого банковским делом и работавший ИО замгубернатора Воронежской области. 2. После такой рокировки в Москве принято решение инвестировать в ЛДНР в течение трех лет 900 млрд. рублей. Это серьезный объем инвестиций, не только повышающий субъектность ЛДНР, но и создающий проблему с бытопродукцией, произведенной на находящейся под санкциями территории, но способной принести серьезную прибыль и нарастить ресурс влияния тем, кто к этому будет причастен. 3. Киев показал неспособность решить проблему Донбасса, а США не способны продвинуть дальше свою зону влияния. Россия же серьезно пустила здесь корни, и если США ничего и дальше не предпримут, то они упустят ключевой регион из-под контроля и при этом не используют потенциала сделки с Россией, используя выгодный для этого момент. Скорее всего, судьба коммерческого банка будет решаться в контексте решения судьбы ЛДНР на предстоящей встрече Путина и Байдена. Нигде не сказано об участии в акционерном капитале банка российской стороны, но судя по тому, что вопрос решают с Россией, а США говорят об участии в акционерном капитале, то понятно, что скорее всего он будет смешанным российско-американским. JP Morgan гарантирует защиту банка от противодействия Киева, а российский участник от противодействия ЛДНР. Кроме того, стороны будут контролировать друг друга в вопросе расширения сети влияния и крышевания работы спецслужб. Совместный капитал – это гарантия того, что интересы разведок не возобладают над интересами бизнеса и не будут идти ему во вред. Если принять версию СМИ, то что могло заинтересовать JP Morgan в ЛДНР? Это предприятия металлургии Донецксталь, Янакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Стахановский завод ферросплавов, Янакиевский коксохим, Ясиновский коксохимический завод, Харцизский трубный завод, Алчевский медкомбинат, Докучайский флюсодоломитный комбинат и угледобыча. Комсомольское рудоуправление, а также угольные предприятия, Ровенькин-Троцит, Свердлов-Троцит, Краснодон-Уголь В контексте нынешнего значения зеленой энергетики, Ее огромного финансового и геополитического потенциала, А также энергетического кризиса в Европе, Угроз от этого кризиса как для России, так и для Запада в целом, Ясно, что JP Morgan видит перспективу в контроле бизнес-процессов С использованием ресурсов этого региона, Ресурсов как топливоэнергетических, так и финансово-политических, И это важно для сделки США с Россией накануне столкновения США и Китая. По сути, это предложение означает признание того, Что Украина не способна решить для США проблем Донбасса. Это не снимает, но понижает статус Украины в глазах США. СП-2 введен в серьезных санкций, По нему администрация Байдена принимать не намерена, Но хочет разменять эту позицию на сделку с Россией в области экологии и энергетики. Ясно, что сделка такого рода повлечет за собой сделку по зонам влияния. Что тут важно для США? Прежде всего, от России нужны гарантии, Что она не станет использовать военную силу, Крымский сценарий для восстановления СССР-2. В бывших советских республиках американский бизнес уже пустил корни И не хочет ими рисковать. Россия показала, что не стремится к этому и ищет другие выгоды. Гарантии американскому бизнесу в СНГ Москвой могут быть даны Лишь при условии встречных гарантий. Это и будет предметом обсуждения в декабре между Путиным и Байденом. А коммерческий банк в ЛДНР способен стать гарантией того, что политики не станут вести двойные игры. Ясно, что риск превращения ЛДНР во второе Приднестровье стал для США неприемлемым и реальным. Война там не решает ни одной американской проблемы, но добавляет рисков в решение китайского вопроса. Консолидация России и Китая станет активной. И это уже меняет весь расклад сил не в пользу США. Создание заявленного банка в ЛДНР делает войну в Приднестровье ненужной, а судьбу Зеленского незавидной. Ему выкрутят руки по Минским соглашениям, после чего судьба Украины станет неактуальной. По ней будет легче договориться и вывести ее из поля острого конфликта, который пожирает ресурсы, но не дает победной перспективы. После чего Зеленского могут сделать козлом отпущение за поражение Украины и повесить на него всех собак. Обвинять в этом Дж.П. Морган, понятное дело, не посмеет никто, ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Сергей Рябков заявил, что Россия и США не только не договорились ни о чем существенном, но и увидели поле для новых опасных конфликтов. Однако создается впечатление, что основными контрагентами для Нуланд были Ушаков и Козак, а Рябков выполнял функции дипломатического и медийного отвлечения. Слова Рябкова повторили все СМИ, а про банк не говорил практически никто. В политике же, особенно большой, самое важное то, о чем говорят мало и тихо. То есть, картина визита Нуланд вырисовывается следующей. С Рябковым говорили о пространстве разногласий и об этом сказали после встречи. С Ушаковым и Козаком говорили о совместном банке в ЛДНР в контексте судьбы Украины. Причем с Ушаковым обговаривали детали декабрьской встречи Путина и Байдена, где этот вопрос будет среди прочих решаться. А с Козаком технические вопросы создания и поддержания деловой среды вокруг будущего банка. Вместе с тем необходимо понимать, что если информация о таком предложении Вашингтона верна и в ЛДНР будет создан американский банк и местные предприятия перейдут в него на обслуживание, то Вашингтон сможет увидеть состояние всей экономики ЛДНР и предприятий двух непризнанных республик. Это нам надо? Возможно, но только в том случае, если решение о разделе Украины принято и центр Новороссии будет находиться в Донецке. Выводы 1. Когда крупнейший банк, учредитель ФРС США ведет переговоры с кем-то о создании совместного банковского бизнеса на спорной территории, то этот кто-то оценивается американской стороной как реальная и долгосрочная сила, а спорная территория утрачивает спорность. В США поняли, что Путин или его преемник, неважно, в России очень надолго. 2. Реставрация прозападного проекта в России не актуальна, и нужно создавать долгосрочные проекты, требующие серьезных гарантий. 2. Само по себе создание банка в ЛДНР не имеет никаких серьезных последствий, но в контексте большой стратегии создаются условия для далеко идущих решений по целому спектру вопросов противостояния сверхдержав. Банк потянет за собой пересмотр решений в пространстве не только Европы, но и АТР. 3. Россия не нужен банк в ЛДНР сам по себе. Ей нужно изменение баланса сил. В США тоже это нужно. Остается согласовать содержание договора, гарантии и обязательства сторон. 3. США при всей досаде Украины не намерены ее бросать. Более того, они намерены усугублять контроль над ней. Россия согласна не претендовать на Украину при условии смягчения давления. В экономическом смысле Украина России уже не нужна. В военном аспекте она легко блокируется. А в демографическом Россия при необходимости легко обеспечивает переток нужного и количества населения из Украины в Россию, не бери на себя затраты по содержанию Украины в целом. Это реальная почва для компромисса. 4. Россия ни в коем случае не откажется от поддержки Китая. Во всяком случае, пока там у власти Си Цзиньпин. Заговора против Китая у России и США не будет, даже ценой сделок по ЛДНР. Россия прагматична, именно потому не допустит глобального поражения Китая, а с локальными проблемами он справится сам. Китайский вопрос не может быть содержанием сделки между Россией и США, а вот европейский может. И об этом в декабре Путин и Байден будут вести переговоры. 5. Сделка России и США по Европе объективно назрела, и она потянет за собой последствия для Китая. Но эта сделка не направлена прямо против Китая. Каждая сторона извлечет для себя свои выгоды, и это абсолютно нормально при условии невовлечения в прямое противостояние с третьими странами. Именно такие выводы можно сделать по той информации, что появилось в СМИ после окончания визита Нуланд в Россию. Пока преждевременно оценивать его как повод для оптимизма или пессимизма. Ясно одно – Европа и Украина для США стали предметом торга с Россией. Едва ли этому обрадуются в Киеве, Брюсселе или Варшаве. Едва ли расслабленно выдохнут в Лондоне. Едва ли снизится напряжение в Дели. Коммерческий банк ВЛДНР с участием США и неизвестным участником от России станет якорем стабильности от турбулентных процессов в мире. Именно это поручили Нуланд передать Путину. Похоже, Россия просчитывает варианты ответа. И в декабре, если не случится ничего чрезвычайного, мы узнаем, что решили в Москве. Но похоже на то, что с невозвращением ЛДНР в состав Украины в прежнем статусе все смирились. Украинский проект, похоже, входит в свою кризисную стадию. И в пору ставить вопрос, не Зеленский ли станет последним президентом Украины Александр Халдей. Зеленский последний президент Украины.